Добрый день, я рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о том, почему некоторые люди становятся жертвой обмана, почему их бывает так легко обмануть. Особенно в последнее время количество мошеннических схем растет, об этом предупреждают СМИ, об этом много пишется в интернете, но тем не менее количество обманутых людей со временем не уменьшается, а даже растет. И самое печальное, что в их рядах львиную долю занимают пенсионеры, то есть люди пожилого возраста. И я хотел в этом видео разобраться, почему, на мой взгляд, так происходит. Возьмем людей, которые на пенсии, почему они становятся очень часто жертвой мошенников. На мой взгляд, все происходит потому, что эти люди чувствуют, что большая часть жизни уже позади, и им осталось не так много. А хочется в этот период добиться чего-то глобального, или же успеть сделать что-то, что принесло бы им какие-то ценности. И этим пользуются мошенники. Они обещают им быстрый успех, для этого нужно расстаться с определенной суммой денег. И эти люди, хотя они подсознательно чувствуют, что это обман, но где-то в глубине есть мысль, А вдруг действительно получится, вдруг это правда, этот человек действительно не обманывает, и вдруг я смогу без усилий и очень быстро достичь того, чего хочу. Хотя подсознательно, как я говорил уже, они понимают, что для того, чтобы достичь успеха в том или ином деле, нужно делать определенные шаги систематические на протяжении нескольких лет. И, кстати, если бы они так поступили, они даже, скорее всего, в тот период, который им отпущен, они бы достигли этого успеха, но это было бы безболезненно, без обмана, без потери каких-то средств. Ведь очень много примеров, особенно на Западе, когда люди меняют свою жизнь несколько раз. Они, допустим, всю жизнь работал человек инженером, потом вышел на пенсию, получил еще одно образование, добился успеха в этой сфере, после этого он еще там 80, даже в 90 лет освоил парашют, вот ему захотелось. Причем он потратил это не то, что за один день, взял и прыгнул, нет. Он потратил на обучение какое-то количество лет и стал успешным еще и там. Лучше, на мой взгляд, пойти по этому пути. Как поступать в этом случае, тут можно советовать только тогда, когда человек реально готов разобраться. Потому что многим людям эти советы не помогут. Они постоянно попадают в какие-то неприятности, потому что не думают и не анализируют свою жизнь, не разбирают, почему так получилось. Вот им как раз эти советы не помогут. Для тех, кто устал от таких ситуаций, у меня не так давно вышли несколько видео. Это и метамодель, ссылки будут в описании под этим роликом. Метамодель, там всего три простых пункта, которые буквально разрывают любую манипуляцию, любую попытку вас обмануть. Также есть ролик, как не стать жертвой обмана. Пожалуйста, посмотрите. Там очень простые правила, которые просто нужно применять и у вас с большей долей вероятности в жизни будет все хорошо. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, было чем-то полезным. Делитесь своим мнением в комментариях. Возможно, у вас есть какие-то истории, какие-то случаи, связанные с темой ролика. Пожалуйста, я буду рад их услышать. И я думаю, это будет полезно всем, кто смотрит мои ролики. Всего доброго, саморазвития вам и здоровья!